И вот так Магнитогорск увидел новинку, коих не было за последних три веселых года. А значит все гораздо лучше, чем думают отдельные пенсионеры, лузеры и пессимисты-деремократы. Россия вступает на качественно новый путь развития. Мы начинаем производить новые модели автомобилей на своей территории. Модели современные, совершенные и приковывающие внимание. Продолжение следует... Сейчас немножко потрясет. Сегодня удачная погода такая, исключительно мартовская, солнечная такая, ветер, правда, февральский на улице. А на улице, благодаря Сан-Гьянгу Эктион, мы узнаем, что 2 градуса спала. Меня попросили быть более объективным в своих передачах. И я буду объективным. Новый Сан-Гьянг Эктион. Абсолютно новая модель. Абсолютно новая модель. Ни Реста-1, ни Фейслифтинг. Ни натягивание чего-то на какую-то имеющуюся базу. Вот так вот. И объективности ради сначала подумал. Ну, машина не из дешевых. Потом подумал чуть более конкретно. Дешевых кроссоверах не бывает. И машин на полном приводе дешевле 40 тысяч долларов тоже не бывает. в мире. А в России бывает. И Солерс и его фирменный завод во Владивостоке предлагает вам новиночку. Сан-Гьянг Эктион. Сколько денег в него вбухано? В создании этого нового автомобиля? Наверное, очень много. И, наверное, BMW поделился. Потому что предыдущий Эктион и BMW X6 это были, ну, по крайней мере, по филейной части два очень похожих автомобиля. Ну, как-то BMW и Сан-Гьянг. Хотя, вы знаете, по мягкости хода вот Сан-Гьянги дают фору всем джипам и кроссоверам в том числе. И в результате появилась вот эта машина. То есть решили отказаться от рамы, потому что, ну, сейчас уже не модно. То есть H-UV, то есть Heavy Utility Vehicles, то есть тяжелые внедорожники. Вот. Сейчас модные вот классики, H-UV, то есть, ну, машина выше, чем обычный автомобиль, имеющий полный привод и на который можно, ну, хорошо так путешествовать. Чем выгодно отличается Сан-Гьянг Актион, новый, от других? А сейчас расскажу. Ну, во-первых, все те конкуренты, конкуренты, друзья и товарищи это немножко устаревшие версии. Эта модель абсолютно новая. Естественно, для новой модели здесь абсолютно полный электронный фарш. Его вы можете отключить, либо включить. Вы можете включить блокировку межосевого дифференциала. Вы можете отключить ЕСП. Но вам покажем, что такое машина без ЕСП. Вот. Этот вариант полной комплектации, ну, только без автомата и без кожи. Вот. Имеет вам очень удивительный плюс. Здесь есть шестиступенчатая вручная коробка передач. На дизеле. Кстати, про дизель. Вот. Ну, был у меня Сан-Гьянг, посмотрел. А двигатель-то другой. То есть, с двух литров традиционных, благодаря инсталляции абсолютно новой схемы наддува и большей по размеру турбины, теперь выкачали 273 лошадиные силы с двухлитрового дизеля. Поэтому появилась возможность воткнуть шестиступенчатую коробочку. Из тех нареканий, которые я бы все-таки отметил. И вы тоже поймете, ну, надо привыкнуть на механочке с чересчур такой мягенькой детали сцепления. И в своеобразной коробке. Во всем остальном машина производит очень приятные впечатления. И, естественно, надо понимать, что это неполноценный джип. Ну, в смысле, в нем, точнее, на нем можно поехать за гриблами. Это естественно. Ну, вот конкретные непровазные эти вещи я бы не стал. Сколько стоит такая машина и где ее брать? Естественно, это автоград. Машина стоимостью от 829 тысяч рублей. Есть, кстати, вариант типа Кашкая на переднем чисто приводе. На дизеле. Это называется халява приз и на длительный срок. Вот. И туда дальше это все зависит от вашей фантазии. И маленький плюс еще что касается ну, до оснащения этого автомобиля. Все модификации имеют тройс-контроль. Так что, ну, хороший кроссовер для тех, кто умеет, кстати, экономить и понимает толк в автомобилях, который умеет ездить гораздо мягче, чем остальные кроссоверы и джипы. Естественно, кое-кого космическая внешность нового актеона может вызвать замешательство. Но в стремлении угодить и мужчинам, и женщинам, создавая автомобиль мультисекс, практически все производители наплодили гермафродитов, имеющих как женские, так и мужские половые признаки. А про внешность я уже молчу. Там ни мускулов, ни красоты. Поэтому и остаюсь приверженцем седанов, либо тяжелых джипов. Специалисты Санг-Янга, увидев такое безобразие, решили сделать исключительно свой дизайн. И пусть это космос, зато понятно, чья эта машина навороченная, продуманная и недорогая.